Вернулись с четвертым сезоном и почти через два года после финала третьего сезона, можно сказать, что он точно оправдал ожидания и стоил ожидания. С учетом того, что поколение Five было выпущено в середине этого перерыва, это определенно смягчило, насколько казалось долгим ожидания, но было приятно вернуться к Бутчеру, Хоумлендеру, Старлайт и остальным членам команды. С тремя целыми эпизодами, выпущенными в качестве премьеры, было много всего, что нужно было узнать о вернувшихся персонажах, а также о новых персонажах, которые были введены в семерку. Итак, давайте перейдем к видео и разберем все, что нам предлагается узнать из шоу на данном этапе. Вот объяснение концовки 1-3 серии четвертого сезона сериала «Пацаны». Это видео будет содержать спойлеры. Учитывая, что это три целые эпизода для разбора, я думаю, что лучший способ подойти к этому видео – это рассмотреть каждого из персонажей, их развитие и то, как они связаны с более обширным сюжетом. Но прежде чем перейдем к этому, рассмотрим общий сюжет четвертого сезона и его контекст. С конца третьего сезона в Америке раздор. Есть сторонники Хоумлендера, и другие поддерживают Старлайт, а не Старлайтеры. Политически Старлайтеры в центре, но слева позиционируются как суперлевые и пробудившиеся. Хоумлендеры крайне прямы в политике справа. Это трогает не только взгляды, но и город. Будто гражданская война грозит. Обе стороны против друг друга, и происходит насилие, когда они встречаются. Таков раскол Мясников из «Семерки», который был присутствующим в первом сезоне «Шоу и Примиссу», на которую было построено шоу. Теперь общественное мнение усиливается, и мы видим, что общественные взгляды почти. Определить большую часть того, как они живут свою жизнь, из-за того, как поддерживают Хоумлендера. Они так радикальны, и Хоумлендер также настаивает на превосходстве супа. Раз уж заговорили о Хоумлендере, начнем с него в первых трех сериях. Что мне показалось интересным в этих первых трех сериях сезона, так это то, что мы видели его рост и насыщение всем, что он достиг. Он всегда стремился к любви, и большинство людей, которые следуют за ним, его любят, но есть кое-что, что заставляет его уставать. Хотя его любят массы, и они будут за него болеть, если он делает добро, но также болеть за него, если его поступки плохи. Единственный человек, от которого он хочет любви, не дает ей ему, и это его сын Райан. Несмотря на то, что он его сын, человеческая сторона Райана, похоже, имеет преимущество и большее влияние на него, что значит, что вина, сочувствие и раскаяние – это то, что формирует основу Райана, особенно после проступка. Также это выглядит подобно тому, что Хоумлендер не способен избежать возраста, что быстро стало одной из его крупнейших неуверенностей, с серыми волосами, мучающими его разум, и комментариями об использовании омолаживающих визуальных эффектов, вызывающих у него плохое самочувствие еще больше. Это единственное, что он не может избежать, и, возможно, он самый тщеславный человек на планете, зная, что он уже не тот человек, что он когда-то был, это в конечном итоге приводит его к своей основе в своей собственной голове и демонам, которые у него есть в ней. Чувствуя, что стареет, насколько бы он не хотел вытолкнуть своего сына на передний план, он не хочет, чтобы его сын отбирал у него какую-то часть света. Поэтому мы видели, как он прибыл на место преступления, где Райан должен был быть единственным героем. Эго Хоумлендера не позволяет другим спасать день, даже своему сыну. Хоумлендер хочет, чтобы превосходство супов возглавило нацию. Он говорит, что люди – игрушки для нашей забавы. Уверен, что супы – высшая раса, они должны всем заправлять. Перед всем этим он хочет, чтобы Виктория Ньюман и Сингер победили, и она стала президентом. Ведь тогда нацию будет вести суп. Желает супа в каждом городе с превосходством над полицией. Мечтает о том, чтобы в стране государством управляли и диктовали супы, что поддерживающие его люди не понимают. Свой ум Хоумлендер обнаруживает как своего врага. Как и в предыдущем сезоне, когда его разум играл с ним злую шутку, и альтернативная личность начала проявляться. Похоже, что с ним снова что-то не так. Прошлое, кажется, является общей темой этого сезона. Будь то кимика и организация «Сияющий свет» – Френчи. И то, что он убил семью Колина, Бутчер и его долг перед Беккой, которая мертва, и даже Хьюи с его матерью, вернувшейся к нему. Но что касается Хоумлендера, то последний раз мы видели, как он говорил себе, что ему нужно вернуться туда, где все началось для него. Он мог решить проблемы, которые у него есть внутри в настоящее время. Так что будет интересно посмотреть, что там произойдет. Наконец-то мы узнаем больше о происхождении Хоумлендера. Мясник, что касается Бутчера в этих нескольких эпизодах, я на самом деле чувствую, что мы увидели большой рост в персонаже. Так что из-за того, что он принимал темпи в третьем сезоне, как мы видели, что он регулярно использует его… Те кажется, что предупреждение о том, что ему постоянно говорили. Что что если он будет продолжать использовать его в том же темпе, что и раньше, то навлечет на себя раннюю смерть. Теперь это то, что должно сбыться, так как ему осталось жить всего шесть месяцев. Главная цель Бутчера в этом сезоне – выполнить долг, который, по его мнению, он должен Бекке. Он не хочет, чтобы Райан был в руках Хоумлендера из-за страха Бекки перед тем, во что Хоумлендер может его превратить. В конце концов, он способен причинить столько же вреда и разрушений, сколько и Хоумлендер. В то время как остальные ребята в значительной степени сосредоточены на поддержке Старлайтеров и предотвратив распространение более широкого режима Хоумлендера, а также свергнув Ньюмана, у Бутчера было несколько моментов, но он, казалось, был больше сосредоточен на своем личном проблеме из-за того, что их выгнали мальчики. Бутчер узнал о представлении Джо Кэслера, сотрудничавшего с ЦРУ. Тот желал привлечь Райана, дабы сформировать его не как Хоумлендера, возможно, даже разрешить ему свергнуть собственного отца. Бутчер намеревался выдать Райану печенье с седативным веществом, но после личной беседы с Райаном Бутчер отменил свое решение. У него имелся вкорененный инстинкт защиты в отношении Райана, потому что он был частично потомком Бекки, женщины, которую Бутчер любил больше всего на свете. Так что, выбросив печенье, увидев несчастье Райана и сообразив, что обычные подходы, которые он привык применять, с ним не получится, и что длинная игра будет более действенной и значительно менее травмирующей, он решил прибегнуть именно к такому плану. Бутчер признался, что боялся умереть, поскольку считал, что покидает мир без существенного вклада. Его брат ушел из жизни, Бекки умерла, и ему нечего было представить в оправдание своего существования. Верно, это выглядит как последний танец Бутчера. Он хочет привлечь Райана, чтобы не дать ему стать злым, как его отец. Это было бы его наследством, я думаю, поэтому он так увлечен этим. Похоже, что вирус Гдолкина появится в этом сезоне шоу, ведь он упомянул это Ньюман при первой возможности. Райан мне кажется особенно интересным в этих первых сериях. Что в нем интересно? Он первый суп, рожденный естественным путем. Ему не давали компаунд В, его не делали в лаборатории. Он на 50% человек и на 50% суп. При этом человеческая сторона в нем преобладает. Сразу видно, что его воспитала мать, благость ее проявляется в нем. С Хоумлендером он, похоже, его марионетка. Делает что угодно, чтобы усладить отца. Когда он с Бутчером, мы почти видим, как Райан чувствует себя более комфортно. И у них есть разговоры. Хоумлендер покупает Райану молочные коктейли и дает ему главную роль в сценарии. Но Райан этого не хочет. Он не хочет, чтобы его покупали. Он хочет, чтобы у него был настоящий отец, который будет рядом с ним и обладает человеческими качествами. Потому что это то, к чему он привык. Я думаю, что Райан будет играть ключевую роль во всем этом. Райан, вероятно, будет жизненно важен для изменения ситуации в Хоумлендере, особенно если он в конечном итоге присоединится к парням и Бутчеру. Тем не менее, я не думаю, что все пройдет так гладко, поскольку Джо Кесслер, похоже, немного олдскульный мясник, и внутри него не так много эмоций из-за того, как он хочет приблизиться к миссии. Я чувствую, что Райан будет на пороге перехода на другую сторону, и тогда что-то может пойти не так, и доверие может быть подорвано. И это может привести к тому, что в конечном итоге заставить его пойти по разрушительному пути, как Хоумлендер. Старлайт. Отказавшись от своего статуса супергероя и желая просто жить, как обычный человек, Старлайт поняла, что, являясь лицом организации Старлайтеры, ее нужно принять фактом, что она СУП, иначе поддержка ее группы может пропасть. Как бы она ни старалась тайно хранить это в себе, ей было ясно, что чтобы измениться, она должна признать свои силы. Мы видели это много раз. При необходимости спасения Кимико и Френчи, когда она обращалась к людям перед собой и использовала свет как символ солидарности, чтобы показать, что группа едина. Возможно победить Хоумлендера и сдержать СУПЫ. Мы много видели Старлайт, но думаем, что ее угроза идет от тот факт, что петарда была введена в Семерку. И похоже, что Старлайт прошлое будет раскопано. Старлайт и Фейерверк знали друг друга с тех пор, когда они были моложе и участвовали в конкурсах. И казалось, что Старлайт была недобра к ней из-за того, откуда она родом. Старлайт выглядела довольно травмированной, увидев такую перспективу информации о том, какой она была, когда была моложе, когда ее выпустили к народу. Так что мне интересно, есть ли еще грязь, которая поднимется на поверхность Астарлайте. Что-то, что может пойти вразрез со Старлайтерами. И даже заставить многих из них усомниться в легитимности человека, которого они призывают стать своим героем. Давайте также вспомним, что сестра Сейдж специально выбрала Файеркрекер. Так что на это есть определенная причина. Сестра Сейдж теперь у этого персонажа было несколько замечательных моментов в сериале. Когда вы думаете, что быть самым умным человеком на планете не может быть оскорбительным, ей удается сделать так, чтобы это выглядело как сила, у которой нет реального способа защитить ее. Будь то чтение людей, знание движения людей и даже поведение и притворство людей. Она является отличным примером того, как она может быть... предсказывать, как они будут действовать. По сути, она способна манипулировать любой ситуацией в свою пользу и в пользу Хоумлендера в данный момент. И это сила, которая, как мне кажется, не будет столь же впечатляющей, как то, что было наблюдать за ней. В то время как Хоумлендер поместил ее в семерку и получил задание помочь ему в этом. Действия, которые он совершает, «Мне интересно, доживет ли он до того, чтобы пожалеть об этом?» Потому что она уже смогла избавиться от Эшли, изменить поведение бездны, а также разговаривает с Хоумлендером так, как с ним раньше не разговаривали, показывая, что она захват группы. Чувство вины, кажется, является еще одной темой, которая лежит в основе этого сезона шоу, и она больше всего присутствует в A-Train. Убийство трех невинных людей из-за Хоумлендера спрашивает его бездна, и Черный Нуар не дает ему спать по ночам, но также кажется, что тот факт, что его собственная семья против него, и что он прожил свою жизнь как ложь в бытии. Этот фальшивый герой заставил его, наконец, утратить терпение. Мы видели, как он передавал видеозапись Starlight и Хьюи, которая доказывала, что убийства, в которых обвиняли Starlight и Хоумлендер 3, не произошли. Он также рассказал Mother's Milk, где Хоумлендер встречался с Ньюман на секретной встрече. Это показывает, что он точно находится в точке перелома и больше не разделяет взгляды Хоумлендер. Я думаю, это означает, что Эй Трейн в этом сезоне погибнет. Хоумлендеру и Систер Сейдж не потребуется много времени, чтобы понять, что Атрейн стоит за всем этим. Был момент, когда Атрейн спас Хьюи от взгляда Хоумлендера, и Хьюи спросил, «Зачем ты это сделал?» Ответом на это был его бег. Я думаю, он сделал это из-за того, что случилось в первом эпизоде, когда он пробежал через девушку Хьюи и убило ее. Он не упоминал об этом, но я думаю, что это был его способ попытаться наладить отношения между ними. Опять же показывая, что чувство вины гноится в сознании Эй Трейн, и он больше не хочет быть тем, кем он когда-то был. Френчи и Кимика, как и у большинства сезонов сериала, у Френчи и Кимика очень похожая история, и они совпадают друг с другом. Обе их истории рассказывают об их прошлом и о том, что они сделали, что преследует их в настоящее время. Для Френчи это все о Колине, о ком-то, с кем он сблизился и к которому у него развились чувства, но он не может пойти дальше, потому что он был ответственен за смерть Колина всей семьей, по чьему-то приказу. Так что это то, что будет исследоваться на протяжении всего сезона, как и каждое другое убийство, которое он совершил, поскольку все это пришло к нему в галлюцинации. Вместе с Кимика она выслеживает людей из сияющего света эксплуатирующих детей. Когда она вошла на склад, там был кто-то, с кем она боролась и кого она пустила. Это могло быть тем, что она однажды была заключена, я думаю, это возможно. У отца Хьюи случился инсульт во время первой серии четвертого сезона, кажется, прошлое является частью его истории. Это связано с приездом его матери в больницу, которую он не видел с шести лет. Мы знаем мало о их отношениях, только о том, что она ушла однажды пятницей после того, как была в подавленном состоянии. Затем она попыталась с ним связаться. Отец Хьюи отказал, и этот контакт остановился. У нее есть право отключить машину, когда придет время, и Хьюи обратился к адвокату, чтобы попытаться изменить это. Интересно, есть ли у него время для решения придет, и это вызовет проблемы между двоими. У Хьюи глубокая преданность Бутчеру, желание его возвращения к мальчикам. Задаюсь вопросом, разделятся ли они в итоге. Три серии четвертого сезона погрузили нас в мир мальчиков, обзор этого я сделал. Нет шоу подобного ему, кроме поколения В, но это отличается. Шоу отлично отразило атмосферу города, враждебность жителей, правительства и двух сторон. Возврат Стара и Урбана, как Хоумлендера и Бутчера, необходимое начало лета. Их комедийная химия и чистая ненависть друг к другу удивительны в сценах. Уже чувствуется, что много чего должно произойти в этом сезоне шоу, и осталось всего пять эпизодов, что уже не кажется мне большим количеством времени. Поэтому я чувствую, что этот сезон, вероятно, продолжается перетекать в пятый и последний сезон, когда над ним начнут работать. Бездна уже. Такое ощущение, что у его персонажа крутая история на ходу, ему надоело, быть плохо обращались и говорили, что делать. А также отношения с осьминогом это то, что заставляет меня искренне смеяться, когда они вместе, так что я надеюсь, что мы получим больше в этом роде. Я буду освещать шоу каждую неделю, так что обязательно возвращайтесь каждый четверг, чтобы узнать о разборе четвертого сезона. Я также сделаю много других видео, помимо разбора эпизодов. Итак, вот оно. Объяснение концовки 1-3 эпизодов четвертого сезона сериала «Пацаны». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...